Девушки отдыхают 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 Ну, работы, конечно, будет много. Поехали. Как у вас настроение? Ну, как может быть настроение? Мне кажется, как минимум огонь, потому что мы, наконец-то, открылись. Мы, наконец-то, в эфире, чему мы не сказанно, конечно, рады. И я уже, кстати, жду свой кофе. Говорят, что Бористо, готовя кофе, руководствуется интуицией. Ну, давай, включай свою. Ну что ж, мы придумаем для вас вкусненькое. А я вам пока кое-что покажу интересное. Смотрите, как вам, Камил? Ты пока смотри. Это двуглавый медведь, да? Да. Что бы это значило? Как вам? Ничего себе, очень странно. Все это значит, что Марк Джейкобс выпустили двуголового плюшевого медведя вместе с одним из старейших производителей игрушек. И такой подарок, между прочим, обойдется в 20 тысяч рублей. Представляете? Ты знаешь, лучше дарить деньгами, мне кажется, чем 20 тысяч рублей тратить на игрушку. Согласен. Немного жестоко. Ну, пожалуй, я с вами соглашусь. Кстати, о деньгах. Слышали новость, что Илон Маск стал бездомным? Да. Он продал свое согне в Лос-Анджелесе за 32 миллиона долларов. Ну, Илон Маск никогда, мне кажется, и ничего не делает просто так. Я уверена, да. Какая-то логика должна в этом быть. Не, логика, конечно, есть. Он говорит, что так он избавится от суеты этого мира. И может сконцентрироваться на покорении Марса и так далее. То есть обретет свободу, да? Свободу, да. И еще новость. Он говорит, что в Калифорнии уровень жизни немножко упал, хотя налоги выросли. И поэтому перевел свою компанию в Техас. Там экономика, говорят, мощнее. Интересно. Ну, у меня, кстати, есть еще одна новость, она более презентабельная. Как вы знаете, в прокат вышел фильм «Дом Гучи», который за прошедшие выходные уже собрал 210 миллионов долларов. Один актерский состав чего стоит, да? Конечно. Леди Гага, Сальма Хаек. Прекрасные женщины. Мне кажется, что обязательно стоит сходить на этот фильм. Но он будет идти до 29, по-моему, декабря. Туда мы еще попасть успеем. А вот в филиал Мариинского театра нужно поторопиться. Там сейчас очень много интересных постановок для любителей музыки, для любителей классики. Приготовили массу всего интересного. Кстати, я уже билетик приобрела, а вы? Мы еще нет. Но я хорошо, что нас предупредила. К нам пришли наши первые гости, поэтому, Артем, приготовь что-нибудь полезное для связок. Конечно. У тебя 100% есть какой-то хороший рецепт. Есть, есть рецепт с лимоном. А мы уже пройдем к нашим гостям. Здравствуйте. Спасибо, что сегодня вы заглянули к нам на открытие. Очень рада вас видеть. Сейчас наш барист Артем приготовит вкусные напитки для наших гостей. А я бы пока хотела представить. Я думаю, что практически все, точнее все, что уж греха таить, наши телезрители знают этого человека, безусловно. Это художественный руководитель Театра оперы и балета, народная артистка России, Украины и РСО Алани Лариса Абисаловна Гергиева. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Такие первые гости в нашей кофейне для нас это большая честь. Спасибо. И вместе с Ларисой Абисаловной пришли солисты Театра оперы и балета Вера Цхурбаева и Суслан Гагиев. Спасибо вам, что пришли. Мы заглянули, на самом деле, к нам в гости. Лариса Абисаловна, сегодняшний день очень плотный репертуарный план в филиале Мариинского театра. Это, конечно, безусловно радует всех любителей прекрасного. И мы не можем ним поинтересоваться, почему решили все-таки возобновить постановку оперы Петра Чайковского Евгения Онегина после такого долгого достаточно перерыва в три года буквально. Мне кажется, что все соскучились по прекрасной музыке Чайковского. Постановка, сделанная три года назад, выдающимся режиссером Алексеем Степаником, по-моему, очень интересная. И еще не все жители нашей прекрасной республики смогли с ней познакомиться. Ну и потом пандемия, все тягостные события, связанные с ней, конечно же, сделали невозможные такие периодические показы таких опер, которые украшают афиши всех театров мира. Евгений Онегин – это обязательное название. И вот когда появилась и в нашей афише эта постановка, как раз в это время наступило тяжелое время для всех, когда всем было уже не до театра. Но мы надеемся, что вот обновленный состав этой оперы, а я с собой привела двух замечательных молодых солистов, которые мне самой очень нравятся в своих ролях. Это Ольга и Ленский. И если позволите, я буквально два слова скажу вот о чем. Чайковский не писал эту оперу, как все свои остальные оперы, для настоящих таких уже матерых солистов, с такими устоявшимися голосами, нет. Он задумал сделать оперу для совсем молодых, для студентов. И написано, она была для студентов Московской консерватории, прошла с большим успехом. И только потом уже попала в Мариинский театр. И уже в Мариинском театре не пели столь молодые, как это было при первом исполнении. Студенты, но, конечно, может быть, еще не такие опытные, не такие устоявшиеся голоса, но при этом юные, задорные. И Чайковский, который сам любил дирижировать эту оперу, ему было это делать очень важно. Что интересно, это название «Евгений Онегин» в Осетии имеет интересную историю. Вот как таковой оперы, по-настоящему интересной, ну вот, скажем так, сильной по составу, не получалось. Вот эта постановка, она интересная. Хочу сказать, что наш Евгений Онегин совсем тоже молод, как и вот Вера Цхрубаева, как Суслан Гагиев. Он просто сейчас на репетиции, которая продолжается. Мы днем и ночью репетируем. И вообще нам немножечко надоело прятаться от пандемии. Вот решили и в декабре, и на январь месяц выстроить очень интересный план. Онегин, да, не шел три года, но мы его обновили. За дирижерским пультом будет стоять Николай Ходзинский, замечательный молодой дирижер. И вот, ребята, вы знаете, мне кажется, пройти школу в опере Чайковского это очень важно для них. Я очень надеюсь на то, что эти партии, эти роли, а это можно будет судить только после премьеры, закрепятся и останутся у них в их репертуаре. Ну, посмотрите, какие они молодые, красивые, симпатичные. Да, это правда. И они так уверенно вроде бы сейчас улыбаются нам, но на самом деле они очень волнуются. И, пользуясь случаем, я бы хотела пригласить всех меломанов, всех поклонников оперы Чайковска прийти и посмотреть, что же у нас интересного. Весь сюжет будет разыгран, как и хотел Чайковский, только молодыми. Что интересно, вот мною, значит, владеет такая мысль, давно, она не сейчас пришла ко мне, собрать вот наш такой состав из наших певцов осетинских, которые учились все в разных, так сказать, вузах нашей страны. Вот, в частности, Сослан, он закончил ГИТИС в Москве, он лауреат конкурса международного «Орфей» и победитель этого конкурса. Вера еще студентка, но все они учились в нашем училище имени Гергиева. И вообще очень много ребят с потрясающими голосами сейчас собралось у нас в театре. А сам Онегин, он не родился в Осетии, но он так прикипел душой, он уже несколько лет у нас работает, и ему так нравится. Он очень вырос, прогрессировал за какие-то 3-4 года, и сейчас ведущий баритон Михаил Павлов. Вот, я приглашаю всех прийти посмотреть. Спасибо большое. Мы обязательно придем. Приходите. Вера Сослан, Лариса Александровна сказала, что вы столь юны, вот Вера еще учится. Каковы ваши эмоции? Премьера уже воскресенье. Вы действительно сильно переживаете или все-таки такой легкий мандраж? Ну, в первую очередь мы в предвкушении, потому что переживания есть, но они не столь сильны. Все отлично. Мы ждем. Да, это такое творческое волнение больше. Да. Уже очень давно ждем. Всех приглашаем. Спасибо большое. А вот на телешоу вы впервые? Как ощущения? Интересно. Впервые. Впервые, да. Такие необычные. Очень интересные ощущения. Гораздо спокойнее, наверное. Или говорить сложнее, чем петь все-таки. Ну, это разные вещи, мне кажется. В каждом жанре есть свои сложности, мне кажется, и свои особенности какие-то. Ну, когда в студии люди, и когда ты общаешься, я думаю, легче проходит вот это все. Я уверена, что зрителям будет еще интереснее посмотреть. Вот узнав вас в жизни, посмотреть, какие вы на сцене, мы желаем вам успехов. И, конечно, мы не можем вас отпустить просто так. Так как у нас кофейня необычная, мы никого просто так не отпускаем. Мы приготовили для вас небольшой конкурс, если можно. Да? Пройдите, пожалуйста, к нам на бар. Лариса Биславовна, вас мы не тревожим, конечно же. Проходите к нам на бар. Мы с вами понаблюдаем просто за этим. Спасибо. Можете вот сюда зайти, где Артем. И у нас есть для вас такая, если можно назвать, игрушка. Я тоже с вами поучаствую обязательно, чтобы вы не чувствовали себя неловко. Знаете, что это такое? Знаете, что это делать? Я вам раздам сейчас шары. Будем проверять ваши легкие. Да, всем известно, что у оперных певцов очень развиты легкие. Но кто знает, может быть, и у ведущих тоже развиты легкие. Может, я вас смогу обыграть в эту игру. В общем, суть такая. Кто дольше продержит шар в воздухе, и у кого он не упадет. Вы готовы? Да. Все следят за нами. Ну что, три, два, один. Поехали. У меня закончился воздух. Так, пока ничья. Ваш шар улетел, Вера. Я помогу. Постой, я помогу. Они улетают. Попытка номер два. Надо контролировать, да. Три, два, один. Поехали. Контролировать поток. Молодец. Молодец. Камил, ты сдалась раньше времени, мне кажется. Я все, я сдулась в прямом смысле этого слова. Давай, давай, давай. За тебя болел. Браво, Сослан. Вы победили. Мощно. И напоследок, пожалуйста, если вам не трудно, мы же можем попросить исполнить вас что-то из, акапельно пусть даже, из, конечно, не за баром, мы пригласим вас в середину студии. Да здесь тоже удобно, я не понимаю, что, почему нет. Ты боишься, что тебе будет плохо слышно, да? Я думаю, нет. Да здесь тоже. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Браво! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мурашки похожи. Мне кажется, никаких сомнений не осталось, что в воскресенье всем непременно нужно пустить эту премьеру. Несомненно. Обязательно. Мы вас ждем, честно, очень. Всю молодежь мы ждем. Вообще, я хотел сказать, чтобы оперное искусство в нашей маленькой республике, чтобы оно было востребованным. Это сколько лет, сколько веков уже классическая музыка, она всегда в трендах. И мы поэтому хотим, чтобы наша молодежь была просвещена и приходила на такие спектакли. Спасибо вам большое на этой позитивной ноте. Мы прощаемся с вами. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо за приглашение. Спасибо. Спасибо. Вот вы знаете, что чаще всего в уходящем году россияне спрашивали у Google. Сейчас я вам расскажу. А ну расскажу. Это была информация об Олимпиаде в Токио, о Евровидении и, конечно, о футболе. Да, я думала, что такое Поп-Ит и прочие премьеры. Нет, немножко ошиблась. Но футбол, футбол же король спорта. Я думаю, что о футболе всегда много говорят. Кстати, наша сборная России в конце концов попала на стыки. Все-таки смогли они, несмотря на поражение от Хорвата. И будут играть с Польшей. Так. Тут слышно «но». Да. Что не так, Артем? Есть, но поляки это очень принципиально. Для них это принципиальный соперник мы. Хорошо, что мы попали на поляков. А то бы попали на Италию, либо Португалию. Нам это не надо было, поверьте. Да, это, мне кажется, был самый оптимальный вариант в этой группе. Да, поляки. Ну, что касается нашего местного футбола, я знаю, что наш футбольный клуб «Алани» Владикавказ завершил первую часть сезона на четвертом месте. Вот подробности, Тём, я думаю, ты точно знаешь. Я точно знаю. Я как болельщик, с детства болею за «Аланию», знаю все. Ребята сейчас закончили первую часть турнира на четвертом месте, но для меня они на первом месте. По игре и по результату они больше всех забивают. На 11 мячей опережая преследователей. Конечно, пропускают тоже много, но компенсируют это все забитыми, во-первых, мячами. Во-вторых, это наш стиль такой. У нас атакующий футбол, и бывает, что на контратаках нас ловят и забивают. Мне кажется, что Артем сидел бы и рассуждал о футболе бесконечно. Все, что я знаю про наш футбол, это то, что стадион достроят в 2023 году. Это верно? Только не это. Это самая больная тема. У нас премьер-лига на носу, нам дом нужен. Ну, Тём, мне кажется, это реальность. Мне, конечно, как и всем болельщикам и любителям футбола, хотелось бы, чтобы у нас наконец-то появился свой стадион, потому что ребята, мне кажется, выкладываются по максимуму. Скоро будет. Последние капли крови, пота оставляют на поле. И, конечно же, очень жалко будет, если из-за того, что у нас не будет стадиона, мы не сможем с ним сыграть ни в стыков. Да, ребята молодцы. Они выкладываются прям очень. Спасибо. Вот это звездная у нас кофейня сегодня, конечно. Да, неожиданный гость. Кстати, хочу пригласить тебя за бар. Давай чисто по-мужски, по-футбольному поговорим. Без девочек, простите, пожалуйста. Ну, нам не привыкать, мне кажется. Присаживайся. Что-нибудь налить тебе? А уже налить, это что? Это водичка, хочешь? Да, хочу. Угощайся, угощайся. Ну, чуть-чуть поговорим о команде, поговорим о нашей игре. Знаю сложно, ты сейчас на травме, да? Да. Начал травму, но к новому второму кругу восстановишься уже, все? Да, успеваю спокойненько. Сейчас уже через недельку приступлю к тренировкам индивидуальным, правда, пока что. Пока индивидуально. Да, но потом к 1 марта, я надеюсь, успею, кстати, на Кубок России. Я думаю, успеешь. Слушай, без тебя, конечно, тоже очень, ты как последний рубеж обороны. Есть хорошие, у нас хорошие вратари вообще, вся вратарская, да? Да, 100% да, конечно. Сильная. Но ты все-таки лидер эмоционально, и болельщики тебя любят больше всего. Спасибо. Это правда. Спасибо им всем. Я как болельщик говорю. В общем, расскажи, как вообще прошла первая часть турнира? Было сложно ездить в Грозный без домашнего стадиона? Да, безусловно. Ну, первая часть мы рассчитывали на большее, конечно, по очкам и по месту. Вот, но получилось так, как получилось. Да. Очень много травм наложилось на команду. Ты упомянул Грозный. Вот, то же самое, мы играем без домашнего стадиона. Получается... Для Алинии это очень. Еще столько игр, получается, пропустили. Наши болельщики, именно значимых. Конечно. Например, Суфой, например, там, Оренбург, тот же самый принципиальный соперник. Вот, очень сказывается это. Нам не хватает народу, именно нашего. То, что очень мало на трибуны приходит людей. Другое дело, когда мы здесь играли, в своем городе родном. Да, город жил футболом. Здесь совсем другая атмосфера, конечно. Вроде бы мы привезли бы, вот, в Уфу привезли премьер-лигу, а человек было там, по-моему, больше тысячи. Представляешь, здесь премьер-лига, что? Ну, ничего. Чуть-чуть осталось подождать. Я верю, что все получится. У нас очень сильная команда в плане молодые, перспективный тренер. Очень хороший. Спартак Гогниев действительно эмоциональный, очень такой конкретный тренер, можно сказать. Открытый, я бы сказал. Открытый, да, открытый. Его сейчас очень, очень, у всех на слуху сейчас. Последнее время, по крайней мере. Хочется, чтобы вокруг этой команды все строилось. Хочется, чтобы в премьер-лигу поскорее вышли. Мне кажется, это наше... Это общее желание, я сказал. Общее желание, да. Всего, я думаю, все есть эти... Я искренне надеюсь на то, что они тоже этого хотят. Ну что, удача, удача. Я думаю, все будет хорошо. Обязательно что-нибудь налить тебе еще. Ты попил хотя бы? Нет, не попил, сейчас запил. Ростислав, разрешите пригласить вас к нам все-таки? Оторвать вас от столь интересной, занимательной беседы? Я про футбол вывел пять со своими... Обещаю, мы учить сильно не будем. Я присоединюсь, присоединюсь. Артем, ты присаживайся тоже. Присаживайся, да, простите. Сейчас у нас будет с вами очень интересная игра. На экране ты увидишь одно фото, состоящее из двух твоих товарищей по команде. Все просто. Твоя задача узнать, какие два игрока на фото. Итак, можно файл под номером один уже нам показать? Так. Так. Ну, это сто процентов глаза Саида. Точно. А кто еще тут? Уже есть попадание. Так, ну, надо по бороде понять. Из него это точно. Можно понять. Между прочим, очень красивый человек получился. Коля тогда, да? Да, верно, да. Коля, да? Да, все правильно. Сейчас можем показать, угадал ли. Да, все верно. Так, можем переходить к следующему. Одинаковые какие-то. Вы точно не знаете такого человека? Нет, но я узнаю черты лица, но не могу вспомнить людей этих. Потому что я их давно не видел уже. Они поменяются. Ну, на Хугаева похожа прическа очень сильно. Так. Это он, да? Да. И с кем? С кем? С кем? А, ладно. За меня ответили. Не дали угадать. Не дали, не дали. Я бы не угадал, наверное, я бы думал, это будто. Я бы не угадал, наверное, я бы думал, это будто. Я тоже на него думал, да, да. Так, переходим к третьему фото. Это Хадартов, сто процентов. Да. Сразу понятно. Вот, и глаза Хабала, если честно. Нет. Хусонов? Да. По прическе? Yes. Сложно угадывать? Нет, батюшка сложно не узнать, если честно. Да? Да, у него видно сразу, лидера. Нам казалось, что это очень сложная игра, с которой вы не справитесь. Да нет, ну сколько я их уже знаю, три года. Это Машук Идзах, по-моему, если не ошибаюсь. Сразу же, скажу вам сразу же. Он слишком просто справляется с этим. Сказывается время, которое вместе проводят, видимо. Да, очень много времени. Так, ну и финальное, да, у нас? Ага. Предпоследнее. Это по-любому лицо. Очень известное. Все девочки его любят, по-моему, насколько я знаю. Это Гурциев, сто процентов там есть. Да. И похож, но чисто вот я посмотрю на губы и рот, на зубы, это на Кочево похоже сейчас. Да, все верно. Кочево точно. Конечно. Так, и у нас заключительная пара. Не, ну он же правил. Ну тут понятно, тут сразу самый красивый человек и бага. Но глаза мои же. Да, твои. И нож тоже вроде бы. Я бы тоже сказал так. Так, ну, куда? Да, я и бага, да, сто процентов. Это сто процентов. Фотка не удалась здесь, правда. Молодец, молодец. Слишком все просто оказалось. Мы думали, мы заставим его немного попереживать, подумать хорошо. Я слишком долго с ними уже, третий год уже идет, заканчивается. Ростислав, ну сейчас у вас отпуск, у команды. У меня чуть подольше, да. Да, находитесь еще в городе. Какие планы, расскажите, поделитесь. На отпуск? Да. Он у меня почти прошел. Я в отпуске занимался восстановлением после травмы. А сейчас мы сегодня, через пять дней мы уже улетаем на сборы в Эмираты. Первый раз в новой истории, так сказать, Алании. Вот, и как бы там будем тренироваться, но это больше восстановительный сбор такой будет. Просто команду собрать, так, что-нибудь там, наверное, поотрабатывать. И на 10 дней, на 12, по-моему, точно не знаю. И домой, на Новый год. И потом, после Нового года, недельку и снова на сборы. То есть, что отпуска как такового не получилось. Звучит прекрасно, не знаю, для меня Эмираты звучит как отпуск уже. Будем в премьер-лигу тогда? А тренировки в Эмиратах? Тренировки в Эмиратах тоже? Не знаю, там не было, кстати, еще. Не были еще? Нет, еще не было. Зная нашего тренера, Спартака Артуровича, я думаю, он им отдыхать не даст. Нам премьер-лига сейчас нужна. Ну что, мы желаем вам действительно потренироваться на славу, но и все-таки немножечко отдохнуть. Эмираты располагают. Да, спасибо. Всем привет и всей команде от нас, от телевидения. Ждем вас в гости, всегда очень рады. Спасибо, что вы пришли. Только побед. Это соглашение. По-другому никак. Спасибо. Спасибо вам. Мне кажется, такой уютный вечер у нас получился. Получается, по крайней мере. Которое мы очень долго ждали. Все хорошо. Отлично, ты знаешь, я наконец-то окунулась в эту атмосферу эфиров, нашей кофейни неповторимой, уникальной, и я очень рада, правда. Ты знаешь, я очень испугалась, что ты могла не приехать, начала переживать, в общем, волнение... Не могла оставить тебя одну, несмотря на все обстоятельства. К слову, если говорить о том, что ты могла меня оставить, но я бы без тебя ни за что не провела эфир, это точно. Как вот, например, чемпионат мира по бальным танцам также не провели без наших ребят. Знаешь ты эту историю? Чемпионат мира по танцам спортивным в Германии отменили из-за недопущенной команды из Тюмени по причине ковидных ограничений. А вот наши ребята, между прочим, семикратные лидеры по спортивным танцам в европейской программе. И организаторы так расстроились, что отменили полностью чемпионат мира. Вот это уровень, конечно, ты представляешь, из-за участников России отменили чемпионат мира. Это удивительно. Вообще, вы заметили, что в последнее время бальные спортивные танцы, как и латиноамериканская, как и европейская программа, стали пользоваться какой-то, мне кажется, бешеной популярностью. Что далеко ходить? Уже наши коллеги даже затанцевали. Очень многие занимаются бальными танцами. Интересно, вот что их так привлекает? Может быть, это такая тренд на жизнедвижение такой? Ну, мне кажется, как минимум, возможно, и так. Ну, как минимум, это очень завораживает, потому что, когда в этих танцах страсть, красота в одном флаконе, мне кажется, прям хочется к этому приобщиться, да? И тем более, когда человек этим горит, когда человек, на самом деле, занимается с душой, это всегда чувствуется. И вот сегодня к нам на открытие кофейни заглянула Дана Викоева, которая нам как раз-таки и расскажет об этом увлечении, и все. Ты соединяйтесь, пожалуйста, к нам, Дана. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наконец-то, очень рада вас видеть. Здравствуйте. Ну, глядя на вас, действительно, хочется пойти в пляс. Хочется. Вы прекрасный пример. Спасибо большое. Спасибо. Не можете не завораживать. Дана, скажите, пожалуйста, с какими, прежде всего, просьбами... Молочный коктейль. Спасибо большое. Спасибо. С какими, прежде всего, просьбами и желаниями к вам приходят девочки на занятия? Девушки, прежде всего, хотят разнообразия в плане танцевальных направлений. Научиться не только осетинским танцам, но и альтернативным вариантам. В том числе латино – это прекрасная альтернатива осетинскому танцу, которая раскрепощает, показывает другой вариант пластики, другое времяпрепровождение. Это прекрасная кардионагрузка, и в сочетании с огромным полученным удовольствием получается тот самый незаменимый результат, который всем нужен, и которых всех так привлекает. Мне кажется, также развитие женственности, да, вот вы говорите, так же, как и в астинском танце. Насколько девушки женственны в астинском танце, совсем иначе они раскрываются вот в таких байнах. Да, это совершенно другая пластика. Во-первых, все идет и зависит и от обуви, мы танцуем на каблуках, это совсем другая постановка. Ножик, спины, соответственно, и лица, все так далее. Поэтому многим девочкам очень нравится. А вот кто чаще всего ваши ученицы, там, какого возраста они примерно бывают, да? Это более молодое поколение или более взрослое? Вы знаете, у нас такой, в плане возраста у нас абсолютно нет никаких ограничений, но в средний возраст групп – это девочки от 25 до… До бесконечности. До бесконечности, да. Да, сейчас мы привлекли совершенно разный возраст, чему я бесконечно рада. Конечно, это то, что именно нужно, это то, ради чего, в принципе, это все и создавалось. Ну, то есть, получается, в принципе, любой человек может научиться двигаться пластично, независимо от возраста, да? Или нужны какие-то первоначальные задачи? Нет, конечно, не нужна никакая подготовка дополнительная, абсолютно никакое главное желание. Больше ничего не нужно. Все остальное получается в процессе. Это вселяет уверенность, мне кажется, как ты считаешь? А есть ли любимый танец? Меня часто об этом спрашивают. Не вашими, да? До сих пор все зависит от настроения, от мелодии. Каждый танец по-своему красив, в каждом танце есть своя эмоциональная нагрузка, свой окрас. Поэтому я не могу определиться, честно. А среди девушек что-то более такое? Девочкам, как ни странно, очень нравится танец сальса, очень нравится самбо, потому что это очень эмоциональный танц, очень насыщенный в хореографии в том числе. Поэтому выделяю лично я сальсу и самбо среди любителей. То есть такой выплеск энергии происходит именно в этих танцах? Конечно, именно в этих танцах, несомненно. Как вы считаете, Дан, а танец он может раскрыть человека? В первую очередь танец, конечно. Для этого не обязательно владеть словом. Танец именно раскрывает, он показывает истину, он показывает сущность прежде всего. Невозможно обмануть в танце. Говорят, что по тому, как человек танцует, можно много о нем понять. Можно, да. Есть какие-то ярко выделенные характерные черты. Можно понять, насколько человек настойчив, насколько мягкий, насколько уступчивый. Но это если мы уже говорим о парном танцевании, поэтому это чуть другая история. Но, несомненно, можно сделать какие-то выводы для себя. Раз уж вы затронули парное танцевание, вы танцевали, да, безусловно, в паре? Да, да. У меня профессиональное танцевальное прошлое. Конечно, бальные танцы прежде всего это парное танцевание, без этого невозможно обойтись. Но это такая тонкая грань, это другая философия совершенно. То есть партнершу изначально нужно воспитывать для танцев в паре. Сольность, по-моему, все-таки она подразумевает больше самостоятельности, да. Поэтому это абсолютно разные вещи. А так я с парного прошлого могу сказать. Но у нас ведь такая проблема с мужчинами. С партнерами, да. С мужчинами-партнерами, да. С мужчинами-партнерами именно в бальных танцах, да? Да, да, я тоже наслышала об этой проблеме. В мое время, в мое время, еще в те моменты, когда я занималась профессионально, то проблемы не было, на самом деле. У нас было много мальчиков в коллективе. Но как-то со временем это все сошло на нет, к сожалению. Но будем надеяться, что все это имеет хорошую перспективу. По крайней мере, я очень стараюсь. И не только я, все мои коллеги. Мы все для этого делаем. А у вас в группе есть парни? Пока нет, пока нет. Я, в принципе, и не веду смешанный набор. Пока у меня только девочки. Я хочу подготовить. То есть в планах есть все-таки? Конечно, в планах это есть. Я хочу подготовить почву и аудиторию для парного танцевания. А как часто парни обращаются с запросом, что хотим прийти танцевать? К сожалению, редко. Молодые люди обращаются редко, но есть, да. Пишут, но пока мало. Пока мало, и мне кажется, что девушки будут очень смущены. А может быть, замотивированы наоборот? Они, мне кажется, будут очень рады, потому что в танце девушка раскрывается совершенно иначе. Приходится как-то отступить от своего «я» и больше прислушиваться к партнеру. Мне кажется, это чисто женская черта, и она поможет раскрыться. Вот несмотря на то, что мы уже упомянули о том, что танцы эти стали пользоваться особой популярностью у нас в республике, у нас в городе, мне кажется, также есть часть девушек, которые переживают, не решаются и боятся. Вот что бы вы им посоветовали, чтобы они все-таки взяли себя в руки и привели к вам в зал? Я, как правило, таким девушкам советую просто попробовать, прийти, посмотреть, понять, что в этом ничего страшного совершенно нет. Все девочки с нуля, у них нет никакой абсолютно подготовки. У всех есть эти страхи первостепенные. Просто приходите, попробуйте, отказаться вы можете всегда. Ну вот мы все говорим и говорим. Надо пробовать. Может быть, вы и нас обучите хотя бы пару панам, дадите урок, чтобы девушки наглядно убедились в том, что это не так страшно, и что даже мы справляемся. Надеюсь, мы справимся. Не подведем, надеюсь. Я не сомневаюсь. Ну давайте. Раз уж мы решились. Мы прямо здесь. Ну давайте. Да, вы давайте. Спасибо, а мы постараемся не повторять. Хорошо. Мы попробуем. Мы, наверное, с вами сейчас попробуем выучить базовые шаги танца сальса. Он совсем не сложный, возможно, даже самый простой по восприятию. Мы немножко для этого присядем, ручки поставим в корпус и с левой ножки пойдем вперед. Раз, два, три. Справа и назад. Пять, шесть. И повторяем. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Совсем не сложно. То же самое лево-право. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. И повторяем. Раз, два, три. И можно еще раз повторить левую вперед. И раз, два, три. Пять, шесть, семь. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Влево. Точка. Вправо. Шесть, семь. Повторяем. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Ну, совсем ничего сложного. Попробовать может абсолютно каждый. Мы еще в конце попробуем танцевать. Еще раз. Танцевально. Но мы вас, конечно, просто так отпустить не можем. Нет, нет. Просто так мы не отпускаем. Если честно, для вас у нас самый каверзный конкурс. Почему? Мы объясним. Очень, очень коварный. Я готова. Мы объясним. Вы очень чувственная девушка. Я пока пойду готовиться. Преподаете такие чувственные танцы. У вас развито чувство ритма. И вот нам интересно, насколько тактильные чувства также у вас развиты. Сейчас очень популярна эта игра, и мы решили сыграть ее также в нашей студии. Игра в коробку, знаете? Нет, к сожалению, не знаю. Или к счастью. К счастью, не знаю. Мы сейчас поставим. Да, освободят сейчас бар. Мы поставим коробку. Дана, Дана, что же вас ждет? Ну, вы имейте в виду, что вы должны быть очень аккуратны, без резких движений, потому что тут, на самом деле, может все что угодно, да? Да, находиться все что угодно. Так, Дану мы пригласим сюда за бар прям. Да. И развернем коробку. Коробочку сюда. И давайте мне все же так. Все что здесь есть. Да, наша рубрика. Не подглядывайте тут. Нет, мне не видно, мне ничего не видно. Так. Да, вы должны засунуть руку и попробовать угадать, что же находится в нашей коварной коробке. Только без резких движений, очень там все опасно. Ой, это что-то очень милое. Это что-то, что это? Это что-то живое? Ну, по-моему, да. Не знаю. Смелая Дана такая. Я хотела видеть что-то живое. Очень приятное на ощупь. Да, это ничего. Не подглядывайте. Это ничего, да. Следующее. Показываю нашим телезрителям. Видно? Так. Ой, что-то на тарелке. Что-то съедобное. Остывшее. Ну, не страшно. Это что-то остывшее. Так и есть. Я не могу понять, что это. Вареники? Вареники? Вареники. Она тоже этого говорила. Да, вареники. Забирайте. Ну, и что остывшее угадала. Ну, и последнее. Не подглядывайте в камеру, пожалуйста. Я никуда не смотрю. Все. Так. Всем видно. Ну, сейчас. Стало страшно всем. Не страшно, не страшно. Пробуйте. Я уже точно не предупреждала. Вот здесь что-то внутри. Мамочки, что это такое? Непонятно. Ну, ладно. Была, не была, да? Ой, я не могу понять, что это такое, если честно. Мне не страшно, но непонятно. И мокрое, и нет? Почему вам не страшно? Должно быть страшно. Нет, не страшно мне совсем. Не вытаскивать? Вытаскивать. Вы вытащите, если хотите. Что? Какая милая. Очень милая. Их даже две. Их даже две. Мы не будем их разлучать. Нет, я очень люблю природу и все, что с этим связано. Да, но кого вы боитесь, чтобы мы в следующий раз подготовились? Это очень милое было. Что-то очень... Я в шоке, вы видите? Танцевать на сцене гораздо волнительнее и страшнее. Боялись больше, мне кажется, мы. Между прочим. Чем Дану, это точно. Я сто процентов. Так, так. Пожалуйста, вытирай. Пожалуйста, да. Спасибо. А то мы вас прям так кинули на амбразуру нашей коробки. Так было очень мило. Ну что ж, я предлагаю закончить наш прекрасный эфир не менее прекрасной песней. Как вы на это смотрите? Мне кажется, это отличная идея. А мы с вами уже разученными по поддержим нашу певицу. Да. Ну и спасибо, конечно, что этот пятничный вечер вы провели в нашей компании. Мы надеемся, что вам было так же приятно, как и нам. Спасибо, друзья. Всех будем рады видеть снова. Я что-нибудь новенькое приготовлю. И пусть грядущие выходные пройдут на максимальном позитиве и желательно в ритме танца. И наш музыкальный сюрприз специально для вас. They say, oh, my God, I see the way you shine. Take my hand, my dear, and place them both in my eye. You know, you know, you stopped me dead when I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Oh, I see you, see you, see you, see you every time. And now I, 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 I like your style. You, you make me, make me, make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh, my God, I see you walking by. Take my hand, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Oh, I see you, see you, see you every time. And now my, I, 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 I like your style. You, you make me, make me, make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. All again. And when you're done, I'll make you do it all again.